Главная награда для белгородских аграриев. Сегодня в Бессоновке чествовали лауреатов премии Горина за 2015 год. Знаки отличия имени легендарного председателя колхоза имени Фрунзе дважды Героя социалистического труда вручают лучшим труженикам сельскохозяйственной отрасли региона. Эту уникальную в масштабах России традиции на Белгородчине заложили 14 лет назад. О тех, кто нынче достоин звания преемника идей Василия Яковлевича Горина в сюжете Натальи Александровой. «Человек эпоха» — олицетворение труженика, хозяина своей земли. Перед началом торжественной церемонии глава региона, члены правительства области возложили цветы к памятнику и на могилу Василия Горина. Соратники, ученики, последователи горинских традиций собрались в Бессоновке, чтобы, как всегда, подвести итоги трудового аграрного года. Глава региона Евгений Савченко отметил, что в 2015-м АПК области внёс весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. «Сегодня наша область, помимо белгородцев, может обеспечить мясом птиц и свинины более 20 миллионов человек, отдельными группами овощей от полумиллиона до трёх миллионов. В 2015-м году воловое производство продукции сельского хозяйства впервые превысит 200 миллиардов рублей, достигнув отметки, по нашим данным, где-то 220-222 миллиарда». В этом есть и заслуга сегодняшних лауреатов. В номинации «Сельскохозяйственное производство» Горинской премии удостоились генеральный директор предприятия «Самаринская» Виктор Ковалёв и руководитель «Белгранкормхолдинга» Павел Терещенко. В направлении переработки сельхозпродукции знак отличия получил директор завода «Премиксов-1» Алексей Болановский. Руководитель предприятия «Пчёлка» Андрей Патрисаев стал лауреатом Горинской премии в номинации «Семейные фермы Белогорья». А за социально-экономическое развитие сельских территорий был отмечен глава Яковлевского района Иван Бойченко. Шестым обладателем Горинской премии стал единственный в этом году лауреат, чья деятельность не связана с аграрной отраслью напрямую. За духовное возрождение села был отмечен почётный гражданин Белгородской области, писатель-публицист Анатолий Зеликов. Он знал Горина много лет, потому и взял на себя смелость создать биографическую книгу о нём. Этот человек для меня святой землепашец, который объединяет землю и небо. Для меня это не только лауреатская мантия, но это и плащаница моей совести и чести. Как отмечали лауреаты, такая награда не только высочайший знак почёта, но и ответственность. Аналогичной премии имени председателя колхоза в России нет, а потому отныне её обладатели – пример для новых поколений белгородцев, для тех, кто посвящает свою жизнь труду на благо малой родины, как это делал Василий Яковлевич Горин, великий труженик на все времена. Наталья Александрова, Дмитрий Боев, Новости мира Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова